Накануне совершалась память первосвятителей Русской Церкви, просиявших делами благочестия и мудрого управления, святителей Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентий, Макария. Московские святители засвидетельствовали своей жизнью могучую созидательную силу православия. В день памяти своих святых предшественников патриарх московский в Сеарусе Кирилл совершил литургию в Успенском соборе. На нашем канале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Слово Галини Ледвиной. Патриаршим богослужением в Успенском соборе Московского Кремля был ознаменован День памяти русских первосвятителей, для большинства из которых именно этот храм был престольным. Петр, Алексей, Иона, Макарий, Филипп, Иов, Ермоген, Тихон, Петр, Филарет, Иннокентий, Макарий. Они управляли церковью в разное время, но все имели ревность к спасению вверенных им душ. И были готовы положить свои души за ближних. В Успенском соборе покоится мощи смиренного богомудрого Петра, которому Господь открыл грядущие жребия Москвы, как первопрестольного града, сердца православной России. Он оставался первосвятителем всей Руси и всегда стоял на страже единства нашей Церкви на просторах Руси. Подвиг святого Петра продолжил святитель Алексий, собиратель русской земли, духовный отец и воспитатель великого князя Дмитрия Донского. Он соединил в себе совершенство духовное с мудростью государственной. Победа на Куликовом поле стала возможной благодаря его неустанным трудам и молитвам. Святитель Иона, поборник истинного почитания Святой Троицы, претерпел много трудов и скорбей. Он стал первым предстоятелем автокефальной Русской Церкви. Святитель Макарий при царе Иване Васильевиче употреблял все силы, чтобы укрепить церковную жизнь. Сменил его святитель Филипп. И когда тот же Иван Васильевич начал совершать дела, недостойные русского царя, кровью, мечом пресекая разделение, то святитель Филипп обличил царя. Не грозными словами, а с того места, на котором я стою. Он не преподал Иоанну Васильевичу Грозному своего благословения. Это был акт пророческого служения Церкви, провозглашения Божьей правды, за что святитель поплатился жизнью. Иов, Ермоген, Тихон, Петр, Филарет, Иннокентий, Макарий. Празднуя память всероссийских святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную часть, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество. В Успенском соборе в день праздничный сослужили патриарху 37 недавно рукоположенных архиереев. Предстоятель Русской Церкви обратился к ним со словами наставления. Наше поколение уйдет, а вот эти молодые архиереи продолжат то, что мы сегодня совершаем. Потому на них возлагается огромная ответственность за то, чтобы право править слово Христовой истины, хранить веру православную, хранить единство Церкви нашей, не подвергаясь никаким соблазнам, искушениям и подстрекательствам, кларосколам и разделениям. От того, насколько духовно будет силен наш народ, питаемый благодатью Божию через Церковь нашу, зависит будущее страны нашей, всей Руси, а может быть и будущее рода человеческого. По словам святейшего патриарха, история учит, что у Церкви не бывает легких времен. Но при любых обстоятельствах она должна провозглашать Божью правду, воспитывать в ней народ, молиться за него и за власти. По окончании литургии святейший владыка совершил славление и вознес молитвы святителям московским и поздравил с праздником молившихся в этот день в Успенском соборе Кремля.